Крым объявил о том, что с 1 июля он готов принимать всех отдыхающих без ограничений. Другие регионы также предпринимают аналогичные шаги. Позитивных изменений ждет и туристическая индустрия Верхневолжья. Правда, окончательные перспективы курортного сезона эксперты не могут обрисовать даже сейчас. Туризм всегда был важной статьей дохода Тверской области. Летом отдыхать сюда приезжают тысячи жителей обеих столиц. Поэтому важно не просто дать отмашку на открытие сезона, но и помочь бизнесу компенсировать убытки. Ведь он уже потерял майские праздники. Да и июнь, скорее всего, тоже. Осознавая это, региональные власти уже проработали целый ряд мер. Вводятся новые меры поддержки и по налогу на имущество. Сейчас тоже будет компенсация затраты. Различные программы субсидий для детей и школьных групп. При этом сложно оценивать перспективы наступившего лета. С одной стороны, у владельцев гостиниц и турбаз будет на один месяц меньше. А это недополучные доходы. С другой, ограничения на выездной туризм плюс подорожавшая валюта подстегнут значительную часть отдыхающих отдать предпочтение отечественным курортам. Ведь некоторые эксперты прогнозируют 70-процентное падение спроса на путевки за рубеж. Поэтому сейчас важно знать точные сроки снятия ограничений, чтобы у бизнеса Верхней Волжи было время на подготовку персонала и отелей. Сезонные работники, их тоже трудно будет найти и обучить. Сложно будет с закупками и продуктов тех же самых. Потому что на самом деле многие поставщики уже сейчас просто прекратили свое существование, потому что они платежи и так далее. Что касается самих отелей, то и здесь сложно сказать, кому будет проще пережить нынешний кризис. С одной стороны, у крупных гостиниц, тем более сетевых, больше внутренних резервов. С другой, небольшие базы отдыха, гостевые дома более мобильны. Точно можно сказать, что с рынка уйдут случайные игроки, а профессионалы останутся. Но и они остро нуждаются в эффективных мерах господдержки. Субтитры создавал DimaTorzok